В то время, проходя Иисус близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И, пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И, приходя в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В сегодняшнем Иоаннском отрывке повествуется о том, как Господь наш Иисус Христос призвал на апостольское служение первых своих учеников, братьев Петра и Андрея, а несколько позже и двух других братьев, Иакова и Иоанна Зеведеевых. Обратившись к ним, Господь говорит, идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков. Данные слова Спасителя показывают, насколько раздительная перемена произошла с бывшими рыболовами. Те, кто ранее ловил рыбу для удовлетворения естественных потребностей, стали ловцами людей, чтобы насыщать уже не тела их, но души. По замечанию святых отцов, церковь подобна рыболовному неводу. Люди – это рыбы и апостолы-рыболовы. И как обычные рыбаки ловят в своей сети рыбу, точно так же и апостолы были призваны к тому, чтобы в сети Церкви Христовой уловить как можно большее число людей. Но в то же время между обычными рыбаками и апостолами, как ловцами людей, существует огромная разница. Рыба, выловленная рыбаками, теряет и свободу, и жизнь, а люди, которые уловлены апостолами и их преемниками, епископами и священниками в Церковь Христову, находят в последней подлинную свободу и подлинную жизнь. Потому что только в Церкви Христовый человек получает свободу от самого ужасного рабства, рабства греху, и получает подлинную жизнь, бессмертную жизнь в единстве с Богом. Священномученик Киприан Карфагенский отмечает, вне Церкви нет и не может быть жизни, потому что только в ней единственный источник нашего спасения. После призвания первых апостолов Господь, по словам святого евангелиста Марка, приходит в Капернаум и, войдя в местную синагогу, начинает учить народ. Учение Христа вызвало удивление у слышавших его, так как Господь, по замечанию Евангелия, учил не как книжники, а как власть имеющий. Размышая над данными словами священного Писания, святой праведный Иоанн Крыштадский пишет, «Христос говорил как Бог, с силою и властью Бога». Книжники и фарисеи также говорили с властью, но то была власть человеческая, власть людей, порочных и самолюбивых. По словам же блаженного Феофилакта Булгарского, отличие учения Господа Иисуса Христа от учения вождей иудейского народа состояло в том, что Господь учил не льстиво, как книжники и фарисеи, которые лишь потакали слабостям и грехам людей, но говорил с обличением, пытаясь тем самым исправить людей и привести их к покаянию. Фарисеи и книжники искали свои личные выгоды. Они хотели уважения и почета в обществе, а потому пытались расположить себе людей мягким обращением. Господу же было нужно не уважение иудеев, но нечто более важное и ценное – их спасение. И потому он, подобно врачу, прежде всего пытался показать людям их болезни, грехи и пороки. Это было необходимо, так как по словам святителя Иоанна Златоуста, нет другого такого врачества для исцеления от грехов, как непрестанные воспоминания о них и постоянное их осуждение. Помня об этом, мы также должны стремиться обращать внимание на язвы нашей души, нашей грехи и страсти. Ведь в противном случае мы не сможем их исцелить покаянием. А если не сможем исцелить, значит и не сможем приблизиться к Богу, в котором единственная наша жизнь может обрести свой подлинный смысл. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok